всем привет сегодня хочу вам показать как принимает короткие волны 2 панасоника таких с разницей по возрасту лет наверно 30 вот старые r314 и современный относительно современный мне кажется уже не опускают gx500 он же поможет 3500 вот начнем с нового значит мы будем на встроенную антенну без всяких помощников принимать значит из особенностей у этого сложной диапазон к в без под диапазонов из-за это очень устрая настройка и нету никакого дополнительного конденсатора точной настройки а здесь 2 кого диапазона и есть дополнительный файн тюнинг то есть маленький маленькой емкости конденсатор для подстройки смотрим что этого получится я еще не делал проб никаких сейчас в реальном времени все это с вами сделаем сейчас времени у нас точно скажу 1657 через три минуты будет пять часов вечера и из-за этого может быть какие-то станции будут заканчивать это начинать вещать поэтому как получится в общем так здесь делаем подсветка шкалы моя собственная доработка чтобы в сумерках или ночью было хорошо все видно погромче да еще что я обнаружил вот если к нему подключить питание внешнее он намного лучше принимает кого это как противовес но одновременно идут помехи и я бы хотел чтобы они были в равных условиях поэтому я это использовать не буду поскольку у нас должен быть честный тест просто телескопа телескоп у них одинаковой длины я сравнивал где-то сантиметров наверно 50 может 60 и по габаритам они почти одинаковые так ну что поехали будем медленно идти снизу вверх сейчас скорее всего нижние еще диапазон очень активно основном все будет верху и скорее все я буду проскакивать станции по понятным причинам из-за тоже очень острая настойка возвращаться и вот например тут что зашевелится у нас с громкость практически максимальная стоит у меня а нет не максимально еще запас есть вот внизу что-то едва заметно то есть танцы фейтингует очень слабенько индикатор даже не реагирует на нее ювелирная точность нужно чтобы стать на станцию так мы пока вроде ничего достаточно медленно кручу верниер так вот что то какая-то либо помеха либо цифровой сигнал сказать помех несмотря на то что я дорабатывал верниерное устройство то есть там был огромный люфт самого верниера ручки это я втулку делал туда латунную но сам механизм эластичность шнура даже и имеет небольшой люфт это везде так а вот кстати радиолюбители на на семье нам без бифо их не детектировать будет выше пойдем как раз уже позорнее начинаются раз ровно пять часов вечера это китайцы громкость максимальная прием очень слабый с моей точки зрения именно китайские станции они гремятся тоже травой какой-то все служебные и позоны пока выше должно быть поинтересно буквально прикасаясь только к ручке уже можете туда сбиться то есть очень сложно на нее встать не знаю если здесь а по чага вот эксперимент небольшой еще подключу внешнее питание то есть противовесом мгновенно улучшается прием но мы будем по-честному все сравнивать сама электрическая сеть и провод питания как только выступают на коротких он слабоват его сильные стороны это длинные средние китайцы он берет на высоких бендах прилично но китай на любую мыльницу ловится у них там десятки или сотни киловатт ее и логи у него length отменяк человек да в в в в в в вы 3 5 вы в вы я ручку перемещаю на доли миллиметра чтобы между станциями не сдвигаться очень медитативная работа если у вас раздолбана ручка верниера что на большинстве экземпляров встречается то скорее всего кого здесь не получится нормально послушать или бы ставить подстроечник но мне кажется это никого не структуру а и Субтитры делал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Субтитры делал DimaTorzok стал ловить это какой-то погодный волнит видимо она могла я то есть на нормальных приемниках это все растягивается там на 7 диапазонов растянутых и можно спокойно крутить а здесь все запихано в один и поэтому при быстром вращении ручки когда вы привыкли крутить на нормальном приемнике то можно вообще ни одной станции не услышите все будет насквозь прибегаться там насколько остров все даже не успеет тюнинг мигнуть так тоже там вон с избе час был это говорил позывной свой почему еще сейчас снимаю вот где-то в это время года вот с пяти часов вечера где-то часов наверно до 8 самое лучшее прохождение continuare кумиры обезаванч йохан покрик объектив румыния la radio румыния румына вообще идут очень хорошо и на средних на длинных может быть видео получится немножко затянутым но я не знаю как если мне при монтаже вырезать все куски между тогда не будет ощущение живого ролика то есть чтобы вы понимали насколько это все запарно тут это может ставить скорость удар раза выше вот чем выше по диапазону тем лучше прием потому что пока еще нижние бенды не очень прохождение и плюс антенна короткая она мне кажется больше согласован все-таки с высокочастотной части как мы практически приближаемся мы к концу это ванну я генге тензе ге жмешия ботонбаси вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, а теперь смотрите, я сейчас просто прибегусь, вот в режиме, как обычно, мы привыкли ручку приемника крутить, вот, в принципе, по резким всплескам можно почувствовать, что станция есть, да, особенно большой громкости, но на слабых станциях можно и не заметить. Так, ну ладно, с этим мы, товарищем, пока закончим, смотрите, насколько, да, подсветка помогает пользоваться им, особенно если сейчас я вот лампочку внешнюю выключу, сейчас, в принципе, различим, оно уже очень плохо, да, вот, и все ярко. Так, достаем мы старичка, который у нас еще в Японии точно собран. Так, и у нас тут КВ-1, КВ-2, мы будем с КВ-1 снизу, сейчас все стоит в нижнем как раз у нас положение, сейчас немножко ракурс выберу получше. Так, включается он вращением ручки громкости, здесь тоже сделана подсветка самодельная, вот она, такая приятная, как на радиолах. Здесь еще добавлен БФО, но не уверен, что я буду его использовать, если только там действительно что-то интересное будет. Да, и здесь, кстати, магнитная антенна есть, которая на КВ в том числе работает, но преимущественно на нижних бендах, опять же, и в темное время суток, ну, например, там на тройке этих свободных операторов будет, поэтому мы телескоп выдвинем и посмотрим, что мы на него сможем поймать. Здесь намного комфортнее настройка и по эргономике, и по, как это сказать-то, по, не знаю, как это качество назвать. Эргономика в плане комфортно крутить ручку, а более грамотно реализовано здесь хотя бы разделен КВ на 2 под диапазон, и с этим намного проще. Так, на громкость. Здесь, кстати, РУ работает похоже, чем на новом Panasonic, поэтому периодически нужно ручку громкости прям активно использовать, на очень слабых станциях выкручивать, на сильных убавлять. Так, ну, внизу ожидаемо ничего нет у нас сейчас пока, так и должно быть. Хотя вот, вот уже слышны эти, кстати, ребята на тройке. Громкость максимальная сейчас стоит. Еле-еле слышно, но через пару часов уже будет громко. Но мы не будем на них задерживаться надолго. Полезем выше. Сейчас максимальная громкость пока. Если будет что-то орать, я убавлю. И тембр здесь сейчас низкочастотный. Можно сделать высокочастотный, но тогда лучше что-то перебрать громкость, потому что будет резать ухо. Здесь очень звонкий звуковой трап. Вот здесь я когда кручу ферньер, я не боюсь пропустить станцию. Ну, все узнали, что это такое, да? Это баззер, так называемый, УВБ-76. Почему-то он как-то странно звучит. С каким-то хрипом. Я очень давно его не слышал. Поэтому, не знаю, как давно это продолжается. Так, дальше. Здесь нет индикатора точной настройки, все у нас слух. Так, ну это явно какая-то цифра тут у нас. Или что это, я не знаю. Так вот. Так, ну это, я не знаю. Какой вам звук комфортнее? Напишите в комментах. Когда убранный высокий или когда весь спектр? Так, у нас тут вроде любители. Сейчас, если еще раз будет передача, я в БФО включу и посмотрим, будет от него пропали или нет. Это, кстати, я не знаю кто. Вроде любители, по идее, выше должны быть. Может, вояки. Так, ну, все пропало. В общем, услышали, такой отсчет был. Это где-то между 6 и 7 килогерцами, чуть больше к 7, где-то может быть 6-600. Так, включаю я БФО и дальше пойдем к 7. Ну, вот, например, морзянка. БФО, она звучит вот так. А, ну, вот, это уже похоже. Другие любители. В принципе, при отсутствии нормального приемника можно и... В таком варианте послушать радиолюбителей. Хотя, это тоже немножко такая рювелирная работа по настойке. Тут не очень стабильный гетероген для таких вещей именно. Для обычных вещалок его хватает, а тут... Какой-то мощный корреспондент. Как только включил замокательный генератор, заткнулся. Ну-ка, ну-ка, вот. Очень запарно настраиваться, то есть в 0 тонн подстроить тяжело. Так, ладно. Это еще на 7, на 14 еще сложнее будет. Так, ну что, вот у нас закончился первый КВ. Сейчас вниз перегоню, чтобы нам, как на втором панасонике, снизу вверх пойти. Постепенно поднимаясь. Тоже тут начиная с 7, но... На самом деле, чуть выше, потому что радиолюбители не попадают сюда. Хотя нет, чуть-чуть хвостик есть. Что это такое, я не знаю. Ну-ка. Тут, похоже, кто-то хулиганит. Ну да. Кто-то музыку транслирует на радиолюбительском диапазоне. Так, ладно. Пусть идем. Так, ну я вот... Принято, да, принято, Владимир. Я вот, знаете как, вот на эту антенну, то, что сейчас работаю, я воспринимаю где-то 5-8. И переключаю... Вот так это без ГСО слышно. Разобрать можно, но позже намного. Так, еще выше. На вещалке можно устраиваться и не используя дополнительный конденсатор. То есть, хорошее здесь очень верьерное устройство. Только приятный плавный ход у него. КОНЕЦ 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 ГОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 и ловит и избирательность высокая и такой сценарий для большинства мне кажется средних пользователей этого в таска не прогнать там кого да и потом щелкать просто по станции перемещать но этот кайф от вращения ручки все-таки мне кажется особенно таким полскольным радиолюбителем кто еще советские радиолы крутил кажется это уже в крови здесь тоже настройка довольно острая сравнение например с растянутыми диапазонами когда их там всем или даже там 10 но все равно ощущение комфортная стройке я не пользуюсь этим дополнительным подстрочником не хватает контроля интересно лицузбея поймал сигнал это какой-то погодный информер но кстати у него даже на нормальном приемнике обычно плавает немножко сигнал вот я вроде настраивался и он затух как всегда по закону подлости ну ладно так перерыв видимо так дальше полезем выше очень чистый звук как будто это фм станция не знаю что это даже не хочется дальше сканировать но тогда мы совсем затянем ролик граммPER Hummer так живут тут страны часто идут Сейчас. Я, кстати, понял, в чем кайф, я сейчас сформулирую для себя. Например, будет понятен автолюбителям. Если вы на современном автомобиле сойти за руль, то между педалью газа и тросельной заслонкой, точно так же, как и между рычагом переключения передач и коробкой, стоят мозги, прошивка которых влияет на то, что на самом деле будет происходить. А на старой механике, где ты рулем чувствуешь колеса, рычагом реальной шестеренки, которые там переключаются, не говоря уже про педаль газа и тормоза, есть ощущение, что ты срастаешься с машиной и контролируешь себя. Вот здесь из-за того, что много всего можно трогать и влиять, похожие ощущения. Это, кстати, вот кто пользовался когда-нибудь, как называется-то, регенеративный приемник сверхегенераторов, где нужно двумя ручками настраиваться. Одна регенерация как раз по величине уменьшает, а вторая настройка и вот постоянно такое ювелирное управление. Здесь немножко похожий эффект. Здесь много всего, с разными. Это международная программа. будет москва отмечать рада банды колеси дара так что мы приближаемся к 14 можно там еще есть радиолюбители может быть получить словить вот пожалуйста ну кто это у нас тут вращение интерференция от этого дополнительно генератора некоторых участках диапазона такой эффект дает не буду вас мочить выше пойдем нет не получится вот выше уже острее настройка идет приходится а мой данный депутат так что ленка пейсинбасс он и 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 м и и и от Здесь сложнее настроить точную частоту, хотя вот я вроде встал. Он даже от емкости рук, частота убегает, поэтому такое себе, ладно, отключу. Вот еще кто-то, ну-ка. Так, ну ладно, я думаю, что мечтает надоедать уже. Так, вот дальше вещалки у нас опять идут. Возможно, еще на 18-е там что-то будет, но там еще сложнее будет настроиться. Продолжение следует... 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 проверил емкость конденсаторов вся в норме единственно что профилактику делал регулятором громкости переключатель тембра и батарейный отсек там но окислишься были контакты так электронная часть у него все сохранилось очень хорошо потемнело немножко я хочу добавить много романтики как будто моя магнитовую старую крутим янтарный этот свет хотя наверно так будет тоже не очень вам побольше сделаю вот так наверно будет прикольно ну basically sort of uh the movements of that training compromise a lot of the movements you can see вот верхние станции уже ухудшил прохождение уже и скорее всего скоро будет заканчиваться сумерки глубокие а а Продолжение следует... Продолжение следует... Максимум прохождения. Я сниму сравнение этих приемников на средних волнах. Этот еще на длинных погоняем. Я думаю, что он покажет что-нибудь интересное. Но пока все. Спасибо за ваши просмотры и комментарии. И до новых встреч. Продолжение следует...